Ужесточить закон. В Северодвинске прошел пикет памяти жертв хабаровских живодерок. Напомню, в скандальной истории замешаны девушки, которые брали животных из приютов, жестоко убивали их и выкладывали видео и фото мертвых кошек и собак в социальную сеть. Сейчас, по последним данным, девушки под домашним арестом. Митинги против живодерок прошли во многих городах России. В Северодвинске на него пришли более 200 человек. Горожане несут цветы, игрушки, корм. В фотографии жертв зажигают свечи в память о тех, кто так и не обрел свой дом. Свое право называться домашним. От рук хабаровских живодерок погибли более 15 животных. Наталья Савина пришла на митинг с овчаркой Вассой. Кстати, собаку женщина взяла в приюте. Знаете, очень сильно возмущает проблема бездомных животных, а также, ну как, вседозволенность. Пока, мне кажется, не примут закон, который будет защищать животных, и когда животные будут не как вещь, а именно как живое существо. Поэтому, мне кажется, нужно добиться того, чтобы приняли соответствующий закон. Речь идет о 245-й статье Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Активисты со всей России собирают подписи в адрес президента Владимира Путина за ужесточение закона, снижение возраста уголовной ответственности, а также за детальное рассмотрение дела хабаровских живодерок. Мы сейчас стараемся добиться того, чтобы срок уголовной ответственности за это был не до двух лет, за жестокое обращение с животными, а до десяти лет. То есть, либо принудительное лечение, либо заключение. На митинге в Северодвинске собрали более 500 подписей. Оставить свою можно в группе ВКонтакте еще неделю. Также неравнодушные северяне записали обращение к президенту страны, как и в каждом городе, где проходил митинг, с просьбой о гуманности к животным и каре к тем, кто только по роду может называться человеком. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы граждане великой страны. Мы все едины, и мы имеем право требовать справедливый закон. Мария Воробьева, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска.